Какие минусовые температуры были критичны для озимой пшеницы на юге в мае? Недопустимо, очень рискованное понижение температуры, что впоследствии уже может вызвать стерильность пыльцы и, соответственно, потом через зерницу и, соответственно, потом перепыление. Для урожая, может быть, это не так страшно, потому что пыльца летает и может с соседнего растения прилететь. Для семеноводов страшно, потому что все сорта должны быть единообразны, а если рядом несколько сортов и пыльца с одного сорта прилетит на другой сорт, а пшеница самое опыляемое растение в 95% случаев, а когда начинается ветропыление, получается сорта смеси, получается гибридизация спонтанная. И потом семеноводы за голову хватаются, потом два года не могут сорта привести в чувство, они все расщепляются, все не выровнены, все с примесями и, соответственно, потом претензии и, как говорится, корвалол. Соответственно, это первое. Но, когда мороз опускается еще ниже, то там действительно, мягко говоря, замерзает вода в тканях. У льда очень острые края, они разрезают нежные клетки, особенно делящиеся, молоденькие, рвут своими краями, и растения просто эти клетки теряют, они омертвивают, и, как говорится, как удавка на шее. Ты можешь быть, как говорится, весь здоровый-здоровый, но если тебе удавку на шею набросили в самом нежном месте, передавили на минуту, этого хватит, чтобы весь организм, какой бы он сильный, накачанный не был, кислород не поступал, и все, и до свидания. Для пшеницы то же самое. Особенно опасно то, что растение-то, конечно, оно кустится, у него много стеблей, общий узел кущения, и если какой-то стебель там подмерз, перемерз и отмерз, скажем так, и потом будет засыхать, то растение пытается, как говорится, ну, как какие-то дети погибли, и родители начинаются рожать новых, понимаете, стараются, хоть на старости лет, пытаются, как говорится, восполнить. Но для этого нужно, чтобы были условия погодные, дожди, прохлада, чтобы, как говорится, растение могло, как говорится, реанимироваться. А сейчас такой погоды не наблюдается. Обратите внимание, сейчас над всей территорией России, на центральной, стоит огромный блокирующий антициклон. Из-за него, как раз, вот эти заморозки возвращаются, и они еще не закончились. До сих пор еще Вильфант говорит, что в ближайшие дни там в центральной полосе еще мог быть заморозки, еще в такую фазу, чем дальше, тем опаснее они, понимаете. И, соответственно, и этот антициклон не пускает, нету дождей, засуха, и про эту засуху пока все молчат. Поэтому ситуация вообще серьезная, и просто ее последствия, как и заморозков, и как и засухи, оно не сразу все проявится. И, соответственно, ну, я не хочу пугать, но наши люди, наши родители, которые победили фашизм, победили, как говорится, после войны, был же, как говорится, голод в конце 40-х годов. Когда погодные условия сложились так, что, несмотря на все научные разработки, на все старания, на все, как говорится, хлеба не хватало, потому что погода может сложиться так, что сельское хозяйство не сможет получить такие рекорды уже, как ежегодно получали. Поэтому мы переживаем, естественно, над этой проблемой, и, как говорится, ее осматриваем, смотрим, что происходит, но на сегодняшний день пока все складывается не совсем, как бы мы хотели. Вот так в двух словах. Я, может, уже на некоторые другие вопросы ответил, но давайте дальше. Какая стадия развития озимой пшеницы оказалась наиболее уязвимой для нынешних возвратных стран? Значит, страна наша огромная, скажем, мы говорим сейчас не только про юг России, у нас и сорта разные, и стадии разные, и предшественники разные. В одном месте уже цветет и созревает, а в другом месте нашей страны, может, только снег сошел, она только начинается. У нас, слава богу, благодаря таким размерам страны мы будем надеяться, что голода не случится в любом случае. Потому что, что бы ни случилось в одном регионе, другой регион должен компенсировать. И, соответственно, если, говорим, мы вот уже на Кубани бывает пшеницу начинаем убирать, то некоторые регионы только заканчивают сеять. Поэтому, а вот этот вот процесс негативный, с заморозками, как говорится, он прошел, конечно, с севера по центральной полосе. И фактически, фактически он уже, ну, Коснодарский край, юг России, ну, он мало затронул. Ну, в том негативном ключе, какой он должен быть. Ну, понижение было температуры. Может быть, в предгорьях, горах выше над уровнем моря, но это широтная поистость, там понятно, это естественные процессы. Там всегда климат отличается, но над уровнем моря немножко по-другому все происходит. В степных районах Кубани, юга Ростовской области, ну, практически, можно сказать, там, ну, минимальные последствия. Но в то же время и с севера Ростовской области, там были и с ветрами, и, как говорится, мороз проходил неоднократно. И причем даже такие дикие растения, которые росли в лесополосах, там, даже акация, там, даже, ну, другие деревья, они обмерзли. Это о чем говорит? О том, что даже дикие растения, наиболее приспособленные к таким шокам, они тоже поняли, это была экстремальная ситуация. Не говорим уже про культурные растения, которые по определению более изнеженные. Человек заботится о них, они стараются давать максимально урожай культурные растения, но поэтому надеются, что человек о них озаботится, даст им питание, даст им, как говорится, защиту. Но в то же время эти растения не хотят, как говорится, и не должны, как говорится, быть уже, как говорится, мамонтами, оброшенными шкурами, чтобы выдерживать летние заморозки и морозы. Есть обратная корреляция, чем более урожайный сорт, тем он менее морозостойк, но морозостойкость обычно у зимой пшеницы определяется в зимний период, ранний весенний, осенний период, тогда действительно зима. Но как только начинаются ростовые процессы, начинается формироваться урожай, обильный, как говорится, сильный рост, ткани растения ободняются, без этого невозможно. Вода – это транспорт, по которому перекачиваются и пластические вещества, и минеральные соли, чтобы растение росло, и растение давало, как говорится, привесы и приросты. Воды должно быть много в растении. И вот такие фазы, когда в этот момент обильного роста весеннего, когда все наполнено соком, происходят заморозки, это очень опасно и фатально не только для пшеницы, но и для всех растений, абсолютно. Поэтому это серьезный катаклизм, который не ежегодно случается, но случается периодически, и он всегда вызывает и стрессы, и снижение урожая практически по всем культурам. Ну, в двух словах, так. Ясно. Какие сорта кубанской селекции лучше справились с майскими волнами холода? Ну, мы не будем сейчас делать, как говорится, выводов, что какие-то лучше, какие-то хуже. Я еще раз повторяю, что абсолютно пшеница, как и не кубанской селекции, и кубанской селекции, они все пострадали. Об этом доходит информация от наших агрономов, от наших партнеров, что есть районы, где выращиваются все сорта различных. Они все пострадали абсолютно. И мы не можем сказать, что какой-то сорт справился, какой-то не справился, какой-то хуже, какой-то лучше. По определению, понимаете, ну, должно быть так, что более позднеспелые сорта, одни, которые еще отстают в развитии, они, как говорится, те фазы наиболее опасные, они еще не достигли, они вроде как должны заморозком быть более устойчивы. Но я еще раз повторяю, это палка о двух концах, потому что более позднеспелые сорта, они обычно потом и растут, кажется, в более жарких условиях, они потом менее засухоустойчивы. Поэтому способ ухода от летней засухи – это создание скороспелых сортов. Но вот именно скороспелым сортом опасны именно поздневесенние заморозки. Позднеспелые сорта, они обычно лучше переносят, обычно лучше переносят поздние заморозки, но они потом гораздо хуже переносят летнюю засуху, потому что в момент, когда им надо расти, воды уже может быть не хватать. И в то же время показатель того, что сорт подмерз, больше или меньше, это не показатель, потому что в конечном счете все меряется урожайностью. И если сорт хорошо потом восстановился, потому что он визуально подмерз, и дал больше урожая, чем тот сорт, который визуально не подмерз, но потом урожая все-таки не дал, это вот конечный показатель урожая. И поэтому наши сорта очень хорошо постанавливаются после заморозков, потому что они могут дополнительно куститься и дать уже урожай, как говорится, на дополнительном подгоне. Но, учитывая то, что в этом году засуха, в этом году нехватка осадков, это может не спасти для реанимации, как говорится, условия не созданы. До свидания. Значит, и, соответственно, я не могу так сказать, что какие-то сорта лучше перенесли заморозки, какие-то хуже перенесли заморозки. Это очень фатальный процесс для всех сортов и для всех культур, какие бы они ни были халдостойкие. Это всегда отдаленные последствия потом проявляются, если даже визуальных сначала нет. Так что это... Не могу я такое говорить. Ясно. В каких случаях пересев оправдан, а в каких лучше оставить, как есть, в надежде получить приемлемый урожай пшеницы? Значит, тут уже тоже искусство агронома, потому что он должен знать возможности своего поля. Есть ли вообще наличие семена кондиционные? Есть ли вода в поле? Если ты видишь, что воды нет и не предвидится, как ни пересевай в сухую землю, она не взойдет. Орошение не везде есть, к сожалению. Поэтому в некоторых случаях, когда особенно дефицит влаги, и ты сам знаешь календарно, что в это время уже пересев не спасет, уже тогда надо оставлять и ожидать, что останется. Или уже, как говорится, в некоторых случаях даже оставлять на пары и сеять другие пропашные культуры по парам, которые планируют. А сейчас многие хозяйства так и делают. Поля паровые, которые должны были отдыхать, они сейчас будут засеваться подсолнечником, а те поля, которые сильно повредились и уже нет надежды на урожай, они их будут дисковать и превращать в пары, вроде бы такие, седерально занятые. Поэтому тут эта рокировка происходит. В общем, в данном, в каждом конкретном случае, сам огромном должен принимать решение с экономической целесообразностью и возможностями. Потому что если почвы воды нет и дождей не предвидится, чем бы ты ни пересевал, там особо ничего и не получишь. Но в то же время, если ты знаешь, что культура у нас, вот в Ростовской области, до июня подсолнечник сеют, поэтому и в мае, и в июне можно посеять подсолнечник, если ты получишь сходы, и потом он уже поздно, конечно, созреет, но он даст семянку. Но опять же надо смотреть конъюнктуру. Если сейчас все сеют подсолнечником, и потом будет переизбыток этого масла семян, они тоже цена рухнет, ничего в этом хорошего не будет. Поэтому тут все очень сложно и очень, как говорится, творческий процесс. Нет готовых решений и нет готовых, как говорится, рекомендаций. В каждом конкретном случае, каждый агроном и каждое хозяйство должно принимать решение на месте. Чем поддержать поврежденные заморозки на ипасе в пшенице? Ну чем поддержать? Ну вот, добрым словом. Потому что, ну, есть такие рекомендации, всякие антидепрессанты, и все такое, но если не будет обильных дождей, никакие антидепрессанты не помогут. Как бы там не поливали гуматами, не поливали там еще чем-то, каким-то стимуляторами, это только типа доброе слово, как, знаете, поддержка родственников, у которых горе в семье случилось. Там как бы так не утешая, этого легче, сильно не будет. Поэтому растения, поврежденные заморозками, надо анализировать, что происходит, и, ну, только надеяться на то, что будут дожди. Вот если дожди пройдут, и будет влага для восстановления, тогда уже можно и получать препараты, которые уже дополнительно могут увеличить, там, и дополнительно и азотное питание может быть дать, и микроэлементы может быть дать, хотя в такую фазу микроэлементы тоже не действует практически, надо раньше их носить. Ну, тоже те же гуматы, но, опять же, если пройдут дожди. Поэтому в данном случае самая главная помощь, реанимация, чтобы погода смилостивилась и дала дожди. И дала, вот, как говорится, для роста растений естественные, как говорится, причины. Главное, чтобы потом, когда уже урожай созреет, тот, который остался, чтобы потом дожди не прошли во время уборки. У нас и такое может случиться, что сначала все засохнет, а потом все, что тоже осталось, не даст погоду убрать. Понимаете, это тоже же урожай не то, что в полях, а то, что в закромах. И до закромов у нас еще, несмотря ни на что, еще достаточно далеко. Еще впереди может быть много всяких погодных катаклизмов и чудес. Да. После заморозка в ряде территорий уже дожди прошли. Они способны улучшить ситуацию на земле? Да, я считаю, что если растение, особенно пшеница, еще не вступила в пазу колошения, она, в принципе, даже есть такая, скажем так, прием, когда можно ее убрать первую часть на сену, а потом даже вот если пшеница там или третикали, или рожь, она еще не колосилась, то она все равно будет вкуститься дополнительно на отаву, и на этой отаве можно получить еще какой-то урожай. Небольшой, конечно, но хоть какой-то. Поэтому если сейчас дожди будут обильные и пройдут, питание в почве есть или далее, то, в принципе, растение с запозданием тоже будет продолжать куститься, а вот это все будет отсыхать, в общем, будет некрасиво, но потом все погибшее отсохнет, а молодые побеги из которых пробьются, и, конечно, ну, хотя бы какой-то средненький урожай могут дать. Поэтому все пытаются выжить, все пытаются эволюционно дать потомство, поэтому растение не исключение, поэтому после самых страшных испытаний все равно растение будет пытаться, как говорится, пробиться сквозь освальт и оставить после себя потомство. Поэтому надеяться на растение можно продолжать. Если выжил кучения сохранен, и вода-то была, и дожди прошли, то что-то все равно растение отдаст. Пускай не великий урожай, но, как говорится, на посев и на пересев и на какое-то количество хлеба для людей хватит. Либо эти дожди прошли вовремя сейчас. Примеры в прошлом были такие? Да, неоднократно у нас. И у нас на Кубани были. Ну, просто в те годы, когда были такие очень поздние заморозки, были огромные проблемы, но потом погода была очень благоприятна, обильные дожди, прохладная погода. И после, казалось бы, полной гибели верхней биомассы растения могли сформировать и 40, и 50 центров урожая. Даже удивительно, как это происходило. Оно, конечно, смотрелось не очень красиво, потому что все было разновозрастное, разноразмерное, клохматое. Но тут уже, как говорится, не до жиру. И поэтому урожай средний можно получить. Но уже сразу могу сказать, что после такого катаклизма в масштабах нашей страны, конечно, это снижение урожая не произойдет. Просто насколько оно произойдет, в каких размерах, это пока еще решается и сейчас, и завтра, и послезавтра. Именно той погодой, которая складывается и продолжает, скажем, быть аномально, неестественной для этого времени года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok